Привет, помашем ручечкой вам, помашем, помашем. Короче, сидел и понял, что нужно полежать, а сил нет у меня, что больше, я даже смотреть ничего не хочу, просто очень устал. Здорово. Слушайте, такая проблема, ой, Крис зашла, приветулечки, дорогулечка. Как дела? Я обожрался. Правда, я сейчас сижу практически на правильном питании, практически, практически. По вечерам стараюсь углеводы почти не есть. Вот. Сегодня провел жесткую тренировку, прям жесткую. Очень устал. Съел курочку, салатик и арбуз. Все. Привет, 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 привет всем, кто заходит. Давайте о чем-нибудь поговорим, только нормально. Мне эти вопросы, сколько сантиметров член, как у меня дела, и как у меня там бывшая, что-нибудь нормальное. Что с глазом? А у меня вчера был спарринг, и когда спарринговался, я во время защиты немножко присел, и мне нога прилетела в голову, под глаз. Поэтому как-то так. У меня борьба лучше, чем ударка. Это точно я понял. Зато потом в борьбе доминировал. Вышел на рычаг локтя. Вот. Но в глаз прилетело. Некрасиво смотрится, но ничего. Урок. Так. Кто-нибудь тут зашел? Хабиба, конечно, смотрел. Красава. Ну, я знал, что он победит. Парье для него не соперник. Вот. Ну, он оторвался в стойке, я оторвался в борьбе. Все честно. У каждого своя стихия. Скоро пройдет, значит. Ну, да. Ой. Сейчас валяюсь. Привет, привет. Так что, давайте на что... Ну, кого какая тема интересует? Ну, он сейчас лучший даже. Не то чтобы тигр, он лучший. Ну, кое. Как настроение? Ну, вот что за вопросы? Как настроение, блин? Вот вам же хочется посмотреть что-то интересное в эфире, да? Ну, вы сами никакие вопросы не задаете. Я же не могу просто так взять сейчас из башки выдумать. Эмоции не те были, как в первом бою. В смысле не те. Почему, ну, не знаю, почему-то он мне не нравится. Не знаю, почему я про Хабиба. А он же не бабки, чтобы всем нравиться. Он же боец. Со мной историю... Бошечки. Бошечки. Йоктала что-то, блядь, в сердце шучу. Так. Зая, танцуй. Зая, танцуй. Зая, танцуй. Сейчас, сейчас танцую сейчас. Быстренько вам задели. Даже как боец, ну, это странно, потому что он доминирующий чемпион. Он всех нагнул так, что не разогнулись. Скучаешь по ней? Нет. Скучал, когда страдал. Это было давно. Уже много времени прошло. Привет. Рассказывай, как жить, что нового. А что нового? Я в Китае работаю, тренируюсь. Жизнь налаживается. У меня были не самые сладкие деньки в августе и в июле. Вот. Поэтому сейчас все хорошо. Сейчас, наверное, налаживается все. Я в своем, в своем городе. Своей любимой работой. Так. А как съемки с этой ссадиной? Ну, слушайте. Не так ее уж и видно. И плюс на съемках всегда наносит грим. А девушка есть? Нет, я и не планирую девушку. У меня нету и слава богу. Знаете почему? Потому что мне нужно переоценку ценностей было сделать. Я выбираю не тех женщин. Вот. Поэтому сейчас мне, в принципе, никто не нужен. Мне самим собой хорошо. Вот. Потому что... Так. Ты в Минске бываешь? Ну, вообще-то я был в Минске пол лета, даже больше. Два месяца. Мне 27 лет. Так. Посоветую какой-нибудь фильм. Слушайте, ну, не знаю. Из последних фильмов, которые меня тронули, я бы так сказал. Это вот про девушку-боксера, которую травмировали. Боже, я забыл, как он называется. Прошу прощения. Как называется фильм с тобой? Китайский? Я не помню. Да-да, я подумал об этом только после отправки сообщения. Привет. Привет. Привет, ребятки. Задавайте любые вопросы. В принципе, буду отвечать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не... Ну, вот я смотрел этот фильм, и я не помню название, к сожалению. Малышка на миллион. Да. Вероника молодец. Привет. Болгария. Привет. Да-да-да, Малышка на миллион. Очень понравился фильм. Классный. Я слезу пустил. Прям расстроился очень. А не турецкий? Че? 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 Я в китайском кино снимался. Корейский фильм некоторые. Корейский. Ну, мне понравился... Че-то там поезд в Пуссен. Че-то такое. Так. На Дом 2 не зовут обратно. После вашего ухода он таким скучным стал. Но это для вас после нашего ухода. Потому что вы... Мы вам нравились. А там очень много других героев. Вот. Так. Ты квартиру там снимаешь? Да. Белый, блин, смотрел. Нет, не смотрел. Привет. Привет. Всем тем, кто только что зашел. Приветики. Задавайте ваши вопросы. Будем отвечать. Как смогу. Так отвечу. Вот мой глаз. Так. Так. Привет. 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 Посмотри, поплачешь. Да не хочу я плакать. Вы что, гоните? Зачем? Ты на Таркан немного похож. Ну, я на всех похож. Я и чеченец, и турок, и армянин, и испанец, и так далее. Боже. Кем я только не был. В какое заведение в Минске ходишь? А в какие еще заведения можно в Минске ходить? Там несколько заведений. Мне недавно, вот, из последних мне понравился Madman, по-моему, называется. Мама Стифлера. Ну, я в Blackie to Seel. Иногда заезжал в Ричкэт. Вот. Так. Нельзя таким красивым быть. Чему можно? На дедушку похож. Да, я на дедушку похож, реально. Какие деньги в Китае никогда не было? Йо, они китайские. Какие особенности китайского менталитета, что радуют, что огорчают? Радуют то, что они милые все. Ну, китайцы, по сути, они милые, они такие, они как дети, даже когда вырастают. У нас взрослые люди очень серьезные. В Китае такого нет. В Китае люди, они чем старше становятся, тем они больше как дети. Это меня радует в этом менталитете китайцев. Но плохая черта китайцев в том, что они многие, они чавкают, они харкаются. Ну, то есть, они могут нагадить там, ну, и дети могут нагадить прямо на улице перед тобой. То есть, ну, немножко такая невоспитанность есть. Манер таких нету, как у нас. Вот. Леш, ты скучаешь при задней патусе? Слушайте, ребятки, мы разные люди. Простите, пожалуйста, но я давным-давно принял решение, и хватит мне задавать эти вопросы. Я думаю, что и Лиза, что и я, мы друг друга уже давным-давно не любим, поэтому не задавайте эти вопросы. Мы идем дальше. Все, хватит. Вы же не хотите вернуть свои бывшие отношения, с которыми вы там где-то когда-то там были, и вы друг другу не подошли, и вы много страдали в этих отношениях. Так, идите и верните эти отношения. Так, на тренировке случайно? Ну, как случайно? Мне не случайно прилетело. Намеренно. Привет, Барнаулов. Спасибо, спасибо. Как тебе китайская кухня? Мне очень нравится. Китайцы отзывчивые, да. Сколько ты работаешь? В выходные дни есть? Конечно, есть. Моя работа, она в зависимости от того, возьму я кастинг или нет. Все на кастинг-основе. Огромная конкуренция, поэтому, как бы, тут миллион пятьсот моделей я гоняю на кастинге. Я какую-то работу беру, какую-то не беру. Вот. Всегда помогут, если нужна помочь. Да. Так, в Минск стоит ехать. Друг сказал, что ты зазнался чуть-чуть. Макс Европа. Слушайте, я не знаю, кто такой Макс Европа, и что значит зазнался. Все люди, которые знают меня близко, вам могут сказать, потому что они со мной общаются, и я никогда не зазнавался. Да и чего мне сознаваться? Я кто? Я Филипп Кирпоров, Егор Криттимати, блядь, кто я, чтобы зазнаваться? Поэтому Макс Европа, я даже не знаю, кто это такой. И честно, реально, я без понятия, кто это и почему сознался, если я человека даже этого не знаю. Леш, ты сейчас одинок? Слушайте, ну, мне не нравится слово одинок. Я, у меня нет отношений, но я не одинок. Мне самим собой очень даже хорошо. Я пиво пью с рыбкой, поздравляю. Так, мне деньги показывать не буду, подниматься впадло, если честно. Если у тебя сейчас девушка, нету девушка, любовь быстро не проходит ведь. Что значит любовь? Так она и не быстро проходила. Я четыре с половиной месяца отходил, страдал. У меня не было женщин все это время. Ну, уже прошло больше, чем полгода, поэтому, ребятки, помнитесь вообще, что значит быстро не проходит. Так, расскажи про свое питание. Так, да что по питанию? Я утром ем овсянку, в овсянку добавляю банан, добавляю, бывает, киви, виноград. Плюс я люблю делать кофе и с какими-нибудь сладостями кушать, но это утром. Вот, а сейчас раньше, а, сейчас стараюсь есть по вечерам белки, а потом делаю еще, очень люблю лук, делаю омлет с луком. Вот, салаты ем, и вот после тренировки кушаю салат, курицу, арбузик, ну, по фруктам. Так, да, люди, ну, мне кажется, что про мои бывшие отношения будут еще вспоминать очень долго. Ну, это все от того, что люди не совсем далекие, к сожалению, и им ничего не расскажешь. Какая-то примитивность есть у многих, и я не понимаю, почему они с этим не справляются. Ну, нужно взрослеть как-то, нужно переходить на другой уровень, но люди не хотят. Ну, кому что надо, кому как. А если серьезные отношения, как на личном? Нет у меня никаких серьезных отношений, ребятки, а я и не хочу отношений, вы понимаете? Мне не нужны, мне самим собой хорошо, потому что мне не нужно никого тянуть на шее как якорь. Я хочу отношений, в которых я буду развиваться. Я хочу отношений, в которых человек будет делать меня счастливым, а я буду в свою очередь делать человека счастливым, а не так, что я кому-то что-то должен, кому-то что-то обязан. я не хочу, чтобы меня отношения гложили, я хочу, чтобы мои отношения мотивировали меня, чтобы мои отношения давали мне силы, рост чтобы я чувствовал себя счастливым, поэтому это очень сложно найти своего человека особенно в наше время меркантильности, все что-то требуют, что-то хотят это просто печальная история, я этого не хочу мне самим собой хорошо я развиваюсь у меня, блять, у меня одного реально ребятки, все хорошо, и меня это безумно радует, я немножко даже боюсь отношений с женщин, потому что у меня плохой опыт, и кроме как страданий, почему-то, ну, я не был счастлив, ну, честно невротические больные отношения в которых ты несчастен, оставляют в тебе шрамы, оставляют на тебе пятно поэтому я сейчас к женщинам отношусь очень аккуратно и стараюсь в отношения не ввязываться, я в Москве чуть ли не начал встречаться многие, ну, кто-то видел, но потом я понял, что в некоторые моменты, ну, я начал уже к человеку привыкать, а потом понял, что в некоторые моменты я понимаю, что, бля, ну, это не мой человек я сейчас начинаю привыкать опять куда, Леха, беги и сбежал и я рад этому поэтому, ребятки, давайте вот, этого не надо мне самим собой хорошо в отношениях не хочу никого у меня нет и мне прекрасно я не страдаю занимаюсь своим делом занимаюсь развитием зарабатыванием денег планами на будущее как-то так так Алексей, как считаешь, мастурбация полезна? ну, конечно если у вас нету постоянного партнера то она полезна ну, плюс психологи это отмечают как бы нужно напряжение сбрасывать каким-то образом так, давай пообщаемся лично ну, если ты меня прям заинтересуешь ты какая-нибудь интересная девочка тогда пообщаемся да заткнись вот, честно вот, молодец привет что у тебя с глазом? красное пятно, кажется у меня был спарринг в глаз мне дали так, так заведи новое я не хочу ничего заводить круто ты готовишь наблюдал в историях да, 4 месяца это херня люди годами отходят отходите годами господи, значит я не так любил брови шикарные мне были такие фигуры у тебя очень мотивируют есть какие-то секретики тренировка 11 лет подряд тренируюсь сколько раз на день тренируешься каждый день тренируюсь по 2 часа как будто тебя бросает не ты ли изменил Лизе нет, я никому не изменял это все полная хуйня никому не верьте это факт живем не очень хорошее время горе от ума кто понимает, что тут в ахере звучит как самообнушение ты в каком-то городе Китая живешь Гуанчжоу расскажи про своих родителей а что именно рассказать какая урань что из них ребятки, я никому не изменял вы не знаете даже половины правды но и вам не нужно в этом копаться я грязное белье которое было в отношениях я не буду вскрывать я считаю, что мы просто разные люди и мы расстались все а вы-то тем более нам никто поэтому почему вы копаетесь в нашем белье непонятно занимайтесь своей жизнью если вам ничего кроме наших отношений наших личностных каких-то движок неинтересно просто отпишитесь от меня потому что мне эта тема неинтересна уже давно все прошло уже прошло 7 месяцев ребятки, вы гоните мы расстались в феврале в феврале уже столько времени прошло вы все, блять, копаетесь в этом белье все, успокойтесь займитесь своими отношениями пишите тем, кто на проекте те, кто до сих пор там мучается вот, поэтому давайте вот там все спрашивайте там у меня у меня уже новая жизнь вы просто многое даже не знаете я же не все могу вам показывать в инстаграм понимаете вы же не знаете с кем я общаюсь что я делаю какие у меня планы с кем я виделся с кем я был с кем не был давайте идем дальше уже эта история давным-давно поэтому я не понимаю почему вы зациклены только на этой истории кошмар какой-то почему ты так реагируешь просто говоришь ты приселил пара была ну что знать слушайте вы просто одно и то же говорите мне это не интересно я реагирую потому что мне не нравится эта тема вот и все и мне ну знаете это какая-то чушь чем занимается отец и мать сколько лет в браке о, ну нормальный вопрос моя мама директор дома культуры вот у нее свой музыкальный коллектив она поет в подчинении люди мой отец вообще первоначально летчик-испытатель вот я думал что мы будем жить в Питере но мой отец оставил карьеру ради мамы потому что мама забеременела ему нужно было кормить семью и мы уехали в Беларусь маленький городок ну короче отец пожертвовал карьеры ради семьи я бы так сказал мне кажется что его это немножко гложет до сих пор ну как-то так и отец работает сейчас на подстанции электро на электростанции ГРЭС как-то так я похож на папу на маму но больше всего на дедушку как-то так так Санкт-Петербург привет так в Сочи был Сочи честно мне не понравились я считаю что Сочи не стоит тех денег которые ну люди тратят там на отдыхе за эти деньги можно отдохнуть в Таиланде на Бали в более живописно красивых каких-то диких местах это мое субъективное мнение я не против Сочи там прикольно но ну лично я дай мне эти бабки да вот выбор я бы в Сочи не поехал мое мнение так можно заниматься за нефраптозом божечки даже не знаю что это извините пожалуй смотрел бокс с Хабибом бокс с Хабибом вы о чем Хабиб не боксер это первое он по боксу не выступал вы что-то путаете так что с глазом с глазом спарринг был я же занимаюсь как там китайцы замечательно молодцы родители отец доставил мы уже не знаем а на Азовском море не был так да я тут живой полностью согласна так спасибо Алексей за ответ тоже были в Сочи и разочаровались даже так ну как бы это сугубо мое личное мнение я был в том году был в Туапсе был в Сочи я бы сказал что мне даже Туапсе чем-то энергетически больше понравилось да я не знаю может из-за людей из-за компаний ну не знаю в Крыму очень живописно и клево ребятки ну вот честно я вам скажу я люблю Азию я люблю Бали я люблю Таиланд я люблю Филиппины то есть мне нравится островной отдых вот я хочу посетить Шри-Ланку я люблю дикость я люблю красивую воду океан крабиков в конце концов закаты то есть это мое мне вот это очень нравится я поэтому даже Европе всегда предпочту острова так ты был в Италии? нет я вообще в Европе не был я хочу изучить я был в Доминикане я был в США в Калифорнии я был на Балифорнии был в Таиланде был на Филиппинах был в Камбодже Китае в Турции в Турции понравилось честно я знал что мне Турция понравится я хочу посетить еще Стамбул реально очень хочу потому что я люблю книги Эльчина Сафарли и он там Босфор воспевает часто и как-то я хочу проникнуться этим моментом погулять в Дагестане не был знаете я не думаю что мне хочется посетить Дагестан ради природы потому что как таково и там горы и какие-то веселые ну как бы не русские а-ля не вижу в этом ничего прикольного но мне импонирует дагестанская культура дагестанская сила вот почему я же фанат Хабиба я с братьями лично знаком я с ними ужинал в Лас-Вегасе когда у Хабиба бой сорвался я уже много раз говорил что мне очень импонирует воспитание и люди очень дружные очень гостеприимные воспитанные класс не то что хачи вот эти вот чурки как-то так называемые которые портят все мнение о кавказцах вот ну таких такие большинство вот в Москве таких очень много неприятных типов да которые разговаривать толком не научились как обезьяны с гор спустились вот эти мне неприятные типа дагестанцы очень понравились это пример кавказа ну мое мнение потому что я в шоке был вообще так 12 числа у моего яиц точно надеюсь чем занимался сегодня тренировка у меня была я грудь сегодня качал у меня было больше чем час кардио на тренажере и потом просто в бане сидел короче по большей части провел такую кардио тренировочку не боксировал потому что у меня после вчерашнего нога болела припухла я погрушил упил с ноги что-то не так зашел еще и в башку вчера на спарринге прилетел сегодня был отдохнут так кто для тебя это чурки невоспитанные кавказцы для меня чурки которые отвратительно себя ведут говорю когда я познакомился с братьями Хабиба они меня пригласили на ужин и с дагестанцем я из Лос-Анджелеса ехал на машине он меня взял с собой блин как они мне понравились такие люди приятные такие вот гостеприимные такие радушные я вообще им там никто был по сути очень классно очень классно так так я читаю ремарка тени в раю сейчас тени в раю у меня так привет 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 хишам как ты думаешь снова будет жить в деревне трактористом какой глупый вопрос нет конечно что вы вообще за чушь вы спрашиваете и то же самое что если я вам скажу хотя фиг его знает может вы в деревне живете поэтому для меня это жуть какая-то почему расстались с Лизой а почему вас это интересует это не ваше собачье дело можно так ответить просто бесит так каждая нация есть как и согласен она скажет что в офисе боже так Леша как позвонил братья Михаева они смотрели дом 2 причем тут дом 2 я еще не был на дом 2 когда с ним познакомился ты груб я груб с людьми которые не имеют такта я груб с людьми которые позволяют себе говорить о том что мне неприятно я груб с людьми которые этого заслуживают поэтому ребятки давайте так обозначим если вы не уважаете меня с чего я должен уважать вас если вы слушайте я буду блокировать сразу таких людей так я с Дагестана брат приезжаю будем рады спасибо очень приятно так здравствуйте здравствуйте короче ребятки я буду всегда груб с теми кто меня не уважает в это все если вы пришли ко мне в гости я уже много раз писал в комментариях будьте добры приходить в чистой обуви с чистыми руками если ваша обувь грязная вот так ужас фу еще одна банк я ну то есть понимаете я вас не приглашал вы сами ко мне пришли если вы приходите вы должны уважать меня если не уважаешь еще так я вас всех буду блокировать ребятки еще раз вам поясню для особо одаренных как в школе говорили если у вас нейронные связи атрофированы я попытаюсь вам донести еще раз некоторые темы есть табу вы должны уважать меня вы в гостях если вам не доходят элементарные вещи значит вы неадекватные люди значит вы не уважаете меня и мое гостеприимство поэтому я вас же не звал к себе в гости вы сами пришли поэтому вы можете просто уйти если нет я помогу вам с большим удовольствием как-то так так ой спасибо интернет нормально ловит да нормально Лешка ты поправился вроде ну немножко я бы так же одно и то же сто раз спрашивать нервы железные нужны ну серьезно многие люди этого не понимают они сразу хамло они думают что они могут задавать любые вопросы говорить мне гадости и я должен это все хавать слушайте я не Ольга Бузова ребятки я могу нахуй послать учу легко заблокировать ну то есть я за словом в карман не полезу и поверьте от того что вы смотрите мой эфир как бы или не будете смотреть я не обеднее так привет из Беларуси привет Бобруйск так любимый советский фильм если есть такой советский фильм любимый знаете в детстве я смотрел операцию И и бриллиантовую руку я запомнил эти два фильма часто крутили и мы с отцом смотрели их по телевизору прикольно привет видите я удалил четверых по-моему заблокировал и все сразу стало в порядке вопросов лишних не задают потому что нужно от неадеквашек нужно избавляться когда в Москву в Москву я вообще планирую жить в Москве в будущем просто для того чтобы переехать в Москву нужно определенные вещи проделать нужен определенный запас денег нужно определенные планы плюс работа должна быть в Москве в этом есть сложности вот я люблю свою работу моя работа в Китае как-то так поэтому я постараюсь в Москву как можно побыстрее попасть но не знаю в этом году я точно в Москве не буду я до конца года буду в Китае Новый год я буду отмечать на островах однозначно хочу полететь на острова и встретить Новый год и отметить свой день рождения где-нибудь в теплой стране с пальмами с красивыми закатами здрасте поэтому ну не знаю мне Москва нравится я очень люблю Москву я познакомился с очень прекрасными людьми я за месяц узнал Москву больше чем за год жизни как-то так Джексона нет мне Майкл Джексон никогда не нравился если честно не то чтобы не нравился у него был безразличие ну я не видел ничего в этом превосходного что ли ну не моя музыка в Москве так в Москве моделям плохо платят ну хуже чем в Китае однозначно и в Москве знаете типа своих прикармливают есть такая тема что в Москве продвигает своих другая конкуренция ну в Москве сложнее но я хочу приехать познакомиться с нужными людьми и попробовать работать на Москву просто нужны связи нужны подвязки мне нужно их найти нужно найти людей которые в этой сфере работают вот и все о можно вот вы за меня будете отвечать 3W024 спасибо тебе большое ну ты прям в темечко бьешь отвечайте людям которые не понимают вообще русского языка явно в Китае просто любят русских да нет в Китае знаете что в Китае со всего мира модели очень много бразильцев колумбийцев есть англичане литовцы поляки очень много национальности но в основном украинцы я по большей части скажу в Белоруссии красиво ну да у тебя есть недостатки и у всех людей конечно же есть их огромное множество ты был в Казани я вообще в России был только в двух городах я был в Санкт-Петербург а в каких что я вру в России я был в Сочи я был в Краснодаре но был только день день в Краснодаре я Краснодар по сути не видел а был только день там я был в Питере и в Москве жил в любом случае они любят светлых Леша они любят светлых а вы с кем сейчас разговариваете вы что ничего не путаете смотрите я вроде не светлый так Леша ты очень красивый спасибо и вам почему так мало людей к тебе заходит всегда я думаю что ко мне заходит гораздо больше чем к вам Акира Громова поэтому почему вы считаете чужих людей это как считать чужие деньги ну как бы у вас их нет но вы их почему-то считаете это для меня странная тема когда люди начинают мне об этом говорить так на самом деле так считаешь ли ты что у нас тема секса является темой табу нет не считаю почему ты был замужем охуенный вопрос ну конечно я же гей поэтому я был замужем оригиналы так китайцы настоящие они желтые так если бы ты словил золотую рыбку какие три желания загадал бы я не буду вам об этом говорить потому что это личное это очень глубокие желания ты когда-нибудь был в Грузии нет не был но хотел бы попасть так я просто по тебе зачем-то грубо отвечать Акира я отвечаю так как вы ну я вам ответил прямо правильно вы же мне задаете этот вопрос для меня он считается грубостью я вам ответил просто противоположно вашему вопросу задал вам тот же самый вопрос я не понимаю почему вы имеете право мне задавать такие вопросы да которые я не понимаю что к чему а когда я вам отвечаю вы что это грубо что вообще чем вы лучше меня я не понимаю почему я должен это все терпеть а вы нет что вообще это что за фигня привет Тольятти привет у меня в Тольятти подружка живет Вика зовут очень хорошая девочка она из Тольятти привет Кузбасс привет приглашаю в Грузию тебя ой меня куда только не приглашали например у нас не принято обсуждать использование сессии Грузии в США это норма слушайте ну США вообще очень развратная страна честно я пожил там отвратительно в этом плане там пропаганда секс-меньшинств гейства лесбух трансух там ужасно люди себя ведут честно я это не приемлю да опять пристают ну вот говорите этим людям у которых голова повернута на 360 градусов зачем они это спрашивают зачем даже люди уже некоторые больше меня переживают понимаете потому что отмороженные так так лучше что на Камчатку у нас тут вулканы океан прикольно Камчатка там не холодно на Камчатке я просто вроде там не так тепло Камчатка то не сильно тепленькая я обожаю лето я люблю все жарко я люблю где пальмы я люблю океан я обожаю закаты я очень люблю Бали это просто нереально круто я тебе уже ответил так достаточно сколько у тебя женщин было я вам не могу ответить на вопрос я не знаю привет чем занимаешься до съемки надолго в Китай Алешка да я приехал я надолго я хочу жить на две страны я буду жить на Москву и на Гуанчжоу вот поэтому пока большую часть времени я буду проводить в Китае потому что здесь мой заработок Алеша отлично тебе вечер пока пока и вам отлично в Башкирию не хочешь приехать у меня ничего я не знаю где это даже находится я просто не понимаю зачем мне ехать в Башкирию дорого все стоит на Камчатке не знаю не было знаете а я осень люблю в ней что-то есть это такая лирика я меломан мне нравится осень и она такая немножко ностальгическая что-ли получать гражданство планируешь ну пока нет там грязный воздух уже хороший давай приготовим что-то давай приготовим что-то вместе не понял как проходит твой день замечательно спортом занимаюсь работаю хожу на кастинги валяюсь дома не знаю отдыхая читаю смотря на дебильный вопрос некоторые хочется съебаться отсюда вот блять некоторые люди меня понимают я бы тебе сейчас петуху а если ты женщина это я просто обнял и поцеловал хоть кто-то меня понимает просто иногда такой трэш творится потом они удивляются почему я агрессивно реагирую ну потому что иногда нервов не хватает потому что люди реально похожи на как будто я пришел в место где ну немножко отсталые понимаете где тяжело вообще так лёш что думаешь о том что женщина обязана иметь стройную фигуру и быть интересной если она хочет чтобы с ней находился интересный спортивный мужчина ну как бы это логично нет она будет жирной ни хрена не делать ничего из себя не представлять а мужик должен быть интересный и спортивный это логично ребятки каждая паре по тваре так мне осенью не грустненько мне классно я люблю лирический я люблю очень лирический рэп старый рэп олдскульный он очень мне нравится ну вот я люблю осенью слушать его и читать романы класс оригинальный вопрос привет как дела обожаю знаешь что иногда вернулся Захар Соленко блять он уже там год сидит что это вообще за эфа такая фу господи в каком городе ты находишься сейчас блять в Гуанчжоу так привет начинаю читать твои посты спасибо очень приятно я девушка не женщина взаимно когда я говорю женщина а вы при том что вы девушкой вы не являетесь женщиной можно вам вопрос этот задать то есть вы не женщина реально то есть являетесь девушкой вы не женщина точно вы уверены в этом есть мужчина есть женщина мужской женский род поэтому меня немножко коробит когда они говорят что я не женщина что вообще в смысле ты не женщина ты женщина как бы не мужчина же так ну когда будешь кушать готовить так у кого-то Дом 2 тормозит реально кто-то в прошлом живет просто из прошлого телепортировался спасибо ты не считаешь что возвращение на Дом 2 неудачно кинути по шагу назад нет не считаю я могу вам обосновать почему Дом 2 и возвращаются туда участники ну смотрите многие участники преследуют одну цель поднять аудиторию вторые преследуют цель раскрутить свои какие-нибудь проекты третье это что-то типа отпуска ух ни хрена какая гроза была ну в общем смотрите что значит шаг назад на проекты тебе платят хорошие деньги которые многие не зарабатывают даже близко второе тебе бесплатная еда третье у тебя бесплатная медийность твой инстаграм растет инстаграм сейчас приносит хорошие деньги твоя медийность растет ты находишься в интересном месте где интересная жизнь она своеобразная она интересная плюс тебе за это платят деньги это симбиоз многих положительных вещей другое дело что если ты вышел уже вышел за периметр и у тебя все налажено все круто и ты зарабатываешь больше чем на проекте у тебя интересная насыщенная жизнь ну как бы тебе в принципе не нужно возвращаться хотя иногда даже возникает типа ностальгическое хочется вернуться поэтому давайте ну давайте откровенно многие из вас которые об этом пишут если бы вам предложили те деньги те условия вы бы с радостью пошли но вы же конечно вам никто не предлагал поэтому вам гораздо удобнее это все поливать дерьмецом при этом вы сами следите за участниками дома и пишите это как-то амбивалентненько звучит так пойдем дальше так ты не считай так дальше женщина это когда есть дети нет женщина это женщина мужчина это мужчина и это не говорит о том что когда есть дети то есть кто вообще он придумал кто вам это в голову вбил вбейте в гугл прочитайте что ли что такое женщина вот и все я в шоке так а сколько все время платят на проекте участникам я в шоке какую ерунду да хотел бы вернуться если нравится нет мне никто не нравится на проекте и не понравился бы я честно говорю даже если бы я вернулся на проект вряд ли бы я строил бы с кем-то отношения в школе учили вас плохо учили в школе это вообще какой-то бред я впервые такое слышу я вам рассказал в принципе мое мнение по поводу проекта вот просто понимаете проект тяжело именно психологически выдержать если ты не актер если ты не человек хитрый хорошо живется там хитрожопым людям без всяких знаете заморочек ну типа захотел там переспал ради проекта захотел там то у которых нет моральных принципов таким людям очень легко так как относишься к паре Иосифа и Саше мне кажется от него очень убого выглядит я никак не отношусь я дружу с Сашей мне Саша теплый энергетический человек очень хороший но у нее невротизм больные отношения ну они живут на проекте дают свое получают взамен так привет твое мнение женщина готовит твоя или домработница я хочу чтобы моя женщина готовила я тоже готовлю так твой эталон красоты женщины и мужчины нет никаких эталонов каждый человек по-своему прекрасен да ты плакал там всегда всегда у меня была один раз истерика и все больше не помню но я очень рад что вы зашли ко мне в прямой эфир и думаете что тем что вы увидели мужские слезы вы меня сейчас обидите поверьте то что я опускал слезу только говорит о моей человечности только говорит о моей искренности и это ни капельки не зашкварно зашкварно что вы сейчас об этом пишете и я могу судить о вас как не воспитанном человеке и вообще в принципе вы отвратительны поэтому прошу вас просто-напросто окинуть мой эфир так что дальше Ябарову за шпи живется на проекте ну Кибарову отношусь крайне негативно для меня человек омерзителен так такой тип как Сорока Сорока продуман выгодник но опять же у каждого человека свои цели он свои грамотно обрабатывает и делает я его осуждать никак не могу как-то так давай честно скучаешь по людю давайте честно нет теперь привязался к этому вот согласен с тобой лежу так так выразительно отвечаешь человек понимаете я человек творческий я человек эмоциональный и меня наверное поэтому любили на проекте я поэтому и был так скажем топчиком мне за это и платили максимально потому что мне не нужно было играть я такой каков я есть я не примеряю масок я таков каков я есть мне никогда не было стрёмно быть самим собой вот и все так а почему кто-то решил что мужчина не имеет права пустить слезы все мы же вылились сегодня мужчина плачет я вообще считаю что мужчины ух блядь нифига я вообще считаю что мужчины которые не не способны на эмоции которые не пускают слезы они раньше умирают потому что они все свои эмоции держат в себе и организм слезы пускает организм чтобы избавиться от стресса это рычаг управления стрессом если человек всегда все держит себя это ведет психосоматики психосоматика ведет к нарушениям сердечных ритмов и другим проблемам даже к раку поэтому такие мужики гораздо раньше умирают если образование у вас есть хорошее можете об этом почитать так умно красиво спасибо я что-то не помню ты дрался на проекте да дрался несколько раз два раза в первую неделю на проекте подрался ну можете посмотреть если парни еще приходят на эту девушку в основном процент легкого поведения это противность у тебя раздает направо-налево ну это женщины такие вот это показывает какое у нас общество ребятки сейчас женщины ведут себя гораздо хуже чем мужчины и вы должны это понимать любимый актер или актриса мне очень нравится слушайте кто мне из актеров нравится слушайте помните Ганнибала играл такой актер я не помню как его зовут мне очень очень крутой актер впечатлил меня что ли Джонни Депп конечно нравится Леонард Ди Каприо нравится как-то так покажи нам что там да так как относится к Мэри безразлично так видео что вы у меня спрашиваете я не слежу за бывшими нравится девушке восточной у меня были какие-нибудь интрижки после съемок нет после съемок у меня не было интрижек реально клянусь потому что я всегда был практически в отношениях в Китае поэтому я интрижки не заводил девушки восточной внешности да нравятся но не все ну то есть тут человека зависит так а семья и дети по сценарию да ну нет конечно охуеть Ганнибал не Хопкинс не этот Ганнибал а сериал Ганнибал мне очень понравился актер из этого сериала как он играл гениально играл я считаю очень понравился ну конечно Леонардо Ди Каприо крутой актер Дженни Депп очень крутой актер мне еще Киану Рис нравится классный актер боже как я мог забыть Уилл Смит я обожаю Уилла Смита Уилл Смит это мой любимый наверное актер Уилл Смит очень крутой это просто гений так что там дальше даже на проекте мало при отношении очень жалко что это считается нормой. Понимаете, на проекте обычные люди, которые в жизни. Я просто вам говорю, вам стоит обратить внимание, что это обычные люди, которые приходят из жизни. Это ваше окружение, мое окружение, наше окружение. Батлер. По-моему, может быть и Батлер. Дуэйн Джонсон, не скажу, что мне он как актер нравится. Он как персонаж очень интересный, но как актер некоторые его... Его игра, она иногда немножко фальширует. Джим Керри очень нравится. Еще черный такой актер. Морган Фриман, по-моему. Морган Фриман очень нравится. А какой твой любимый фильм со Смитом? «Семь жизней». «Семь жизней» меня впечатлил. Это один из первых фильмов, под которые я опустил связу. Я так расстроился, так запомнил этот фильм. Морган Фриман крутой тоже актер, да. И да, Уилл Смит шикарно играет. «Я легенда» очень крутой фильм. Бля, вот это грозище на улице. Да, Том Харти, да фиг его знает, не знаю. «Ветреный» смотришь сериал? Нет, не смотрю. «Безруков» нравится из российских актеров. «Безруков» определенно. Ты что, прости? Да, я уже понял, что ты имел в виду. «Привет». Знаете, в Китае не хватает красивых женщин, я вот сейчас так подумал. А с другой стороны, воздержание-то хорошо. Что-то мне это в голову сейчас пришло. Ну что, типа, никто отвлекать тебя не будет. «Ебать», как она валит вообще. У меня тут кино просто за окном. Я в шоке. «Около опять, брат Киркова». Так, сколько у тебя времени? Когда уже вечер? Какие жанны в кино? Интересно ли по настроению? Пиздец, как она валит. Что, ого? Что это? Это гроза. У меня тут гром валит вообще. Ну так, между прочим. Да. Знаете, как вы тут лежишь? Кстати, вот моя квартира. У меня там гроза. Слышите? Я не знаю, видно ли вам. Ливень пошел. Вот у меня, короче, обстановка. Привет. О, Кипр прикольно. Я не боюсь. Видеоновый сгонщик вышел, что летником. Нифига себе. Нет, не видел. Да, у меня темно давным-давно. Отражение в окне только видно. Да у меня там дождь валит вообще жестко. У меня с этой стороны не очень красиво. Ты поверите в свое мир и областите девичье сердец. У меня что-то кондер так работает жестко. И честно, я пойду, наверное, выключу его. О, а то что-то он зафигачил у меня конкретно сильно. У меня аж ноги... Давай, давай, ты так не выебывайся. Я не знаю, почему я люблю себя по груди гладить. Что это за фигня? Что это могу значить? Кстати, вот мои книжки. Сейчас читаю. Сейчас только три книги есть в переплете. Вот. Мой парфюм. Вот так. Да, это шум дождя. Мне нравится шум дождя. Смотрите, как валит. А в Китае вот такие штуки специальные, сетки. Ну, у меня с другой стороны гораздо красивее виды. Здесь так себе. С другой стороны, очень красиво. А сетки, ну, чтобы с окна не выпасть. Мало ли, всякое случается. Знаете? Видите, как сверкает все? Какой звук. Ну, тут не... Не так красиво, конечно. Ахер! Я хочу это... Почему я отворачиваюсь и сразу ты, блядь... Жестко, да? Ладно, пойду. Сейчас опять будет бомбить. Так. Я на двадцатом этаже живу. Я не могу с другой стороны вид показать, потому что мне нужно выходить на коридор, фигачить далеко. Так. Видите, я тут один нахожусь. У меня трехкомнатная квартира. Да, я в Китае. Сейчас бы с женщиной, да? Раскатить бутылочку вина. На диванчике тут ее положить. Включить телик там, я не знаю. Массажик там. Да? Ну, как-то так. Хватит, Леша. Мечтать не вредно. Так. Так. Аня, знаешь, переехал в Шанхай-Пекин. А зачем мне туда переезжать, если у меня тут все хорошо? Да, я люблю готовить однозначно, конечно. Ну, как-то так. Кого представляет, кошек или собак? Никого. У кого-то давно кекса не было. Ну, вообще-то, да. Давно никого не трахал. Как бы грубо не звучало. Но, знаете, в тот момент, когда я улетал, я никого не хотел. Я мог только по пьяни где-то переспать, а на трезвую никого не хотелось. Реально, я так сейчас проанализировал жестко. Как-то так. Ну, правда? Так. Фантазер. Так, нашел себе вторую половину. Да не нашел у меня никого. Да шутник пристали ко мне. Там мне никого не нужно. Мне все нормально. У меня... Мне никого не хочется. Никаких отношений не хочется. Я никого не люблю. Мне никто так сильно не нравится, чтобы я с кем-то хотел быть. Мне одному офигенно. Ну, иногда нужно, конечно, сливать балласт. Ну, говорю, я вспоминаю, сколько лет там всего было, и я отрезал голову, хотел быть один всегда. Я только где-то на тусовке мог с кем-то зацепиться. Так. Такой красавец и один. Ну, вот так вот. В Китае много русских. Ну, достаточно, да. Да не хочется просто растрачивать свою энергию. Я вот с подружкой общался, но она мне говорит, Лех, нужно найти тебе нормальную бабу, с которой ты будешь чувствовать себя свободным, которая не будет тебя напрягать, не будет тебя ревновать. Уверенную в себе, как Титаник. Таких женщин тебя боятся, у вас просто будет энергетический обмен. Вы будете страстно заниматься сексом и друг другу башку не дурить. Идеально. Идеально. Никто никому не балласт. Каждый занимается своими делами. Нет никакой меркантильности. Вот, наверное, что-то такое нужно на данном этапе. Это своими делами занят. Едешь, работаешь, взвиваешься. Она тоже самая, что своими делами занята, и вы друг другу не ревнуете. Вы просто иногда встречаетесь, обмен энергией происходит, и ты счастливая, она счастливая, и вам обоим хорошо. Так. Так. Привет, привет. В плане тренировочного процесса, как раз такие выдержания приносят пользу? На Донбане собираешься, не ты собираешь? Ты просто почувствуешь, что это твое свободное отношение. Реально, свободное отношение, как в прошлом. Как раньше было, помните? А, ну что вы спрашиваете? У меня так было раньше. Потому что, ну, когда мне было 18-19 лет, я был в свободных отношениях, так было офигительно. Это самое, наверное, прекрасное. Так. Это гостиничный брак. Гостиничный брак. Реально? Даже название у этого есть? Как все сильно. Гостиничный брак. Реально так называется? Гостиничный брак? Так, что вообще? Не, просто, ну, если на что-то и подписываться, на что-то подобное. Без всякого вот этого, знаете. Ты мне должен, я тебе должен, блядь. А куда ты там пошел? А куда ты там поехал? А это то. А я хочу цветы, блядь, за 10 косарей. А я хочу там это. Купи мне. Слушай, иди ты нахер вообще с ними заботами. Желание. Так, мне 27. Леха такой энергичный, да, конечно. В чем смысл свободных отношений? В свободе, ребятки. Там все написано. Свободных отношений. Никакого дня, я ничего не должен. Но Леха секает. Есть плюс свободный, что нет выноса, мозга и контроля. Гостевой правильно называют. Боже, вы знатоки. Я вас понял, короче. Я не шарю, серьезно. Так. Ты такой красавчик. Ммм, малышка. Это уже нерентабельно. Согласен. Есть фирмы, с которыми вы мечтаете поработать? Да, конечно. Дольче Габбана, Луи Витон, Армани, Гучи, Барбари, Филипп Лэйн. В принципе, можно Nike, еще Adidas, короче. Ну, как, так. Леха, про жену и детей. Не, ребятки. Не, 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 не. Никаких детей, никакой жены, тем более. Вы уж с ума сошли. Девушка впервые должна быть тебе, как Друг с большой волкой. Ты свободно, что офигенно, если все будет. Ну, вот это точно. Да просто, говорю, мне нафиг не надо ничего. Мне хорошо. Говорю, если бы появилась на горизонте какая-то мадам, если бы она там что-то заикнулась, типа, блин, ты там то, это, а ты сказал. Давай до свидания, малая. Здравствуйте. Так. Сколько у тебя лет? Мне 27, малыш. Не хочешь свободных отношений? Ладно, я прикалываюсь. А может и нет. А может и да. А может и нет. А может да. А может нет. А может да. Не знаю я. Вот у меня гостевое отношение с грушей пришел. Пизды друг другу раздали, короче. И все. Как так. И все, я разбежаюсь. Все шикарно. Друг другу. Вот я вчера получил в лицо и все. Уф. Секс. Китаянки не привлекает, нет. Маленький ты еще. Да, конечно, маленький. Я не отрицаю. Я очень маленький. Я маленький малыш. Почему грустишь? А-а-а. Мне нравится. Работал с неприятными людьми и сталкивался с высокомерией? Да, конечно, постоянно. Высокомерие. Мне, кстати, не люблю высокомерных людей. Радится, когда все простые, веселые, интересные. А вот высокомерие. Сталкивался, знаете. И долго с этим жил. С высокомерием. Так, любимое упражнение, как и группа мышц. Грудь, конечно же. Грудь, плечи. Мурат вроде тоже как Китай. Да, Мурат крутой парень. Очень хороший. Увидишь Мурата, напиши мы от меня респект вас. Обожаю этого сукиного сына. Я думаю, что мы могли бы стать чуть ли не лучшими друзьями. Очень хороший человек. Очень импонирует. Человек, который тебя никогда в беде не оставит, не подставит. Очень крутой. В принципе, и Фидой мне нравится. Я как бы с ними находился вместе в компании. Мне с ним было очень комфортно. Очень, очень приятные люди. Очень приятные парни. С такими нужно дружить и таким можно доверять. Так. Водолей свободности не понимаю. Я общаюсь с близнецами, с близнецами. Как с ними? Ой, слушайте, я вот эти знаки зодиака ваши. С ума сойти. Хер пойми вообще. В тебе есть черта высокомерия. Виктория, вы меня вообще не знаете. Вы со мной даже не общались. Вы не пишете о высокомерии. В каком высокомерии? Вы мне никто вообще. Я вас не знаю. Ладно. Сколько раз занимаешься тренажером на неделю? Стараюсь каждый день заниматься. Леша, жизнь в Китае энергичнее, чем в России или нет? Нет. Жизнь в Китае совсем другая. У меня жизнь в Китае связана с работой и спортом. То есть тотальный режим. Зарабатывание денег и накопление. А в России, наоборот, я отдыхаю. Это типа пауза. Я превращаюсь в ребенка, в кайфушника. И я кайфажер, что ли, особенно в Москве и в Минске. Я по большей степени отдыхаю и наслаждаюсь, когда нахожусь на родине. А Китай – это ответственность. Ты взрослый человек. У тебя есть обязанности. Постоянные тренировки. Ты должен поддерживать себя в форме. Ты должен быть в тонусе. Ты должен быть человеком, который держит конкуренцию и зарабатывает бабки. И минимум тратит. Где лучше кормят? В Китае или в России? Лучше кормят в Китае, но вкуснее в России. Ты собираешься в Москву переехать? Я собираюсь жить на две страны. И в Москве, и в Китае. А в Москве ты часто бываешь. Ну, летом был. Я месяц провел этим летом в Москве. Месяц. Спрашивает ли ты посетить интересные выставки, что-то впечатляет? Да, нет, не успеваю. Острая еда, да, острая. Lil'Kert что-то начал слышать.